Тлиукан Токсамбаев из потомственных шахтеров. 23 года он проработал под землей, но сейчас считает, что государство его откровенно унизило. На мизерную пенсию в 21 тысячу тенге он в одиночку вынужден воспитывать двоих детей, питаться и покупать лекарства. Проблема смехотворных пенсий объединила пенсионеров и тех, кому только предстоит выйти на пенсию. Причиной столь мизерных пенсий, по мнению самих рабочих, стала специфика труда шахтеров и брешь в законодательстве. Основной стаж да самый высокий уровень зарплаты шахтеры получают под землей, но отработав по 10-20 лет, приобретают массу профессиональных заболеваний и их выводят на землю для более легкого труда. И дорабатывая до пенсии в качестве охранников или вахтеров, они получают минимальные оклады. Некоторые же по состоянию здоровья вообще работать не могут. И так и остаются на пособии. Сотрудники государственного выплатного центра разъясняют, что низкая пенсия – это следствие низких окладов. Если этот доход будет за, например, 2030, 2004, 2005 годы, там средняя заработная плата была, ну грубо, 15 тысяч, общее повышение у нас не должно превышать 75%. И в итоге, даже если мы возьмем эти 75% от 15 тысяч среднего дохода, этот размер пенсии получается ниже, чем размер минимальной пенсии, который у нас с вами предусмотрен законом о республиканском бюджете на каждый финансовый год, который утверждается у нас. И в итоге получается, к сожалению, что размер пенсии, который назначается данной категории, в основном он низкий или среднего уровня. Сами шахтеры считают, что проблему можно решить. Стоит лишь парламенту принять постановление об индексации суммы заработных плат с 1995 по 1998 годы и ввести в список иных видов выплат – компенсацию по утраченной заработной плате ввиду выхода на поверхность. Но парламентарии уверены – закон о пенсиях тут ни при чем, а люди просто не умеют его использовать. Шахтеры же утверждают обратное – подземные мучения и годы работы по первому списку не учитываются. То, что отработанный у нас стаж подземный, там вот это все, это не берали никуда и не берется, говорит, не входит у вас. Как мне объяснили, льготный стаж никуда не входит. Очень несправедливо, потому что обманули нас, обокрали, если честно сказать. Тома переписки со всеми инстанциями результатов не дают, говорит Николай Пойта. Ответы приходят все больше под копирку, да и те можно назвать отписками. Теперь шахтеры намерены сами приехать в Министерство труда и социальной защиты, но опасаются, что в приеме откажут. Уважаемая госпожа министр, встретьтесь со мной, я вам на пальцах расскажу, образно покажу, как живут, доживают люди, выходящие на пенсию сейчас шахтеры. Ужас один. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова